МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Улицы весеннего города, солнечная улица, они как будто становятся шире. Абсолютно верно. В такую вот замечательную погоду так и хочется прогуляться по нашим любимым городам. Ну, а лучше всего это делать с детьми асфальта. У нас столько интересных городских историй для вас припасено. Так что не переключайтесь и узнавайте больше о своем любимом городе. Места памяти и славы. В Могилеве приводят в порядок военные памятники и братские могилы. Кузница звезд. Театр-студия «Радуга» отметила 35-летие. Они верят в чудо и творят чудеса. Мария и Владимир Рудский готовы удивлять в полуфинале народного шоу «Я могу». Тренажерный зал или диета? Как привести себе форму после зимы? Как здорово, что эта весна такая дружная. Можно зимние вещи в шкаф убирать и обновлять гардеробчик. Это по-женски. Кстати, нашего города тоже это касается, между прочим. В смысле, город будет обновлять гардеробчик? В каком-то смысле. Дело в том, что наш телеблогер Кристина Каранкевич проехалась по Могилеву и выяснила все о ремонте улицы Пионерской. Узнала, какие работы ведутся на набережной Днепра. Так. Поинтересовалась у жителей Могилева, какие имена они дают своим детям. И полюбовалась городскими первоцветами. Это красиво. Улицу Пионерскую, вторую по важности транспортную артерию в Могилеве с понедельника перекрыли на реконструкцию теплосетей. Это, пожалуй, главная тема этой недели. Все сейчас и говорят, что только об этом. Перекрыли ее частично, но вместе с тем на соседних улицах возникли серьезные пробки. Работы будут вестись на участке от Буянова до Миронова. Теплосети, водопровод, телефонные линии, которые под землей будут не только менять, но и переносить в сторону тротуара. Чтобы в будущем, если вновь потребуется ремонт, не перекрывать движение. Открыть улицу для движения планируют к 1 мая. К этой же дате планируют навести порядок и на Пушкинском проспекте. Вы наверняка успели заметить, что на смотровой площадке набережной Днепра сняли плитку. Так вот, в управлении коммунальных предприятий нам рассказали, что здесь будет одна из зон празднования 70-летия Великой Победы. Плитку ее будет около 1200 квадратных метров. Поменяют и к 9 мая здесь будет красиво и ухожено. Моя самая любимая забава в этом парке – это лебеди. И теперь можно кататься на них хоть каждый день. А все потому, что Могилевский парк аттракционов открыл сезон. Обычно карусели начинают работать где-то в середине мая, но в нынешнем году, благодаря хорошей погоде, наш парк стартовал первым в стране. Кстати, цены здесь остались прежними. Самый дорогой аттракцион вам обойдется в 20-25 тысяч белорусских рублей. Вот смотрю я, мода на имена какая пошла. С начала года самые популярные имена у девочек – это София, Алиса и Анастасия. Это вполне себе традиционные, согласитесь, имена. А вот у мальчиков топ – это Артем, Тимофей и Даниил. Нет у вам уже никаких ни Германов, ни Артуров, ни даже, как ни странно, Эвелины. Но это все-таки официальная статистика. Предлагаю дать слово нашим могилевчанам. Как зовут ваших детей? Расскажите, пожалуйста, как зовут вашего малыша? Тимофей. Мы еще не решили точно, а когда он уже родился, мы на него посмотрели и все-таки выбрали это имя. Юленька – самая маленькая. Настенька – средненькая. И Дашенька – старшая. Ну, достаточно традиционные такие имена, да? Ну, достаточно традиционные. Но я почему-то принял их с радостью. Ну, Юля и Катя. И Максим, и Лена, и Милан. Милан? Да. Почему такое необычное имя? Ну, так папа с мамой захотели. Знаете, есть имя такое Аня. А полное имя Анна. Ну, имя традиционное ведь. Почему такое выбрали? Потому что родилась в День Святой Анны. Явная примета весны и того, что уже будет всегда тепло и солнечно – это, конечно же, распустившиеся котики. В могилеве их можно найти практически везде. Мягкие пушистики в нашей традиционной рубрике без комментариев. Коля, как ты думаешь, на что похожи слухи? Вот, по-моему, они похожи на микробов. О-о-о, оригинально. Слушай, а почему? Ну, потому что они тоже передаются из уст в уста. Ага. Итак, чтобы выработать иммунитет к слухам, загляните в наши кулуары. Здесь все честно, все. Честно, честно. Появится ли в новой Казимировке детский сад и поликлиника? На сегодняшний день по поликлинике разработана проектно-сметная документация Института Могилев-Граждан-Проект. Что касается детского садика, председателям горысполкома дано задание УКСу города Могилева разработать проектно-сметную документацию в этом году по детскому садику на микрорайоне Казимировка и в том числе еще одного детского садика на микрорайоне Спутник. Когда в Могилеве нанесут дорожную разметку? Наше предприятие на сегодняшний день практически готово для нанесения дорожной разметки на улице города Могилева. На сегодняшний день подготовлено 4 единицы техники для нанесения разметки, имеется резерв краски. Вместе с тем, согласно методических рекомендаций по нанесению краски, необходимо устойчиво температуру в течение суток не менее плюс 5. Поэтому при наступлении погодных условий и при завершении ямочного ремонта в городе Могилево мы готовы приступить для нанесения разметки. Когда возле кинотеатра «Октябрь» появятся новые цветочные часы? Цветочные часы мы планируем посадить к 1 мая. Ну и если нам не помешают погодные условия. В Могилеве есть особые места. Это места памяти и славы. Это военные памятники и братские могилы. К юбилею Победы их приведут в порядок и отремонтируют. Вот, например, на мемориальном комплексе «Жертвы войны» по проспекту Шмидт уже полным ходом идут работы. И это не просто плановый ремонт. Это дань памяти тем, кто отдал свою жизнь за теперешний мир. Мемориал на проспекте Шмидта построили практически сразу после войны. Первый памятник здесь поставили в 1946-м, а к 40-летию освобождения Могилева от немецко-фашистских захватчиков в 1984 году открылся этот комплекс. Место было выбрано не случайно. Именно здесь осенью 1941-го расположился лагерь для советских военнопленных «Шталак» номер 813. Лагерь для военнопленных представлял собой территорию, которая находилась на месте бывшего аэродрома. Троя была обместена колючей проволокой. Длиной она была около километра шириной 800 метров. В западной части располагались несколько трехэтажных зданий. В восточной части – деревянные бараки. Большинство военнопленных, которых уже к зиме 1941 года достигло более 70 тысяч человек, в основном находились под открытым небом. На мемориальных досках имена, известные практически каждому могилевчанину. Полковник Кутепов. Командир 388-го стрелкового полка, оборонявшего Могилев. Именно его бойцы на буйническом поле сдерживали танковые атаки врага. Капитан Владимиров. Командир бессмертного батальона милиции, который держал оборону в июле 1941-го у деревни Гаи. Таня Карпинская. Могилевская подпольщица, замученная в засенках гестапо. В ее честь назван переулок в самом центре города. А еще воины Красной Армии, оборонявшие город в 1941-м и освобождавшие его в 1944-м. Народные ополченцы и бойцы батальона милиции, подпольщики и мирные жители. Всего за время существования шталага в нем погибли более 40 тысяч человек. Сегодня на мемориальном комплексе идет реконструкция. Это несколько этапов. Первый этап, который в настоящий момент проводится, это непосредственно замена плитки на мелкоштучную, укрепление подпорных стен и озеленение непосредственно входной группы, там, где проводятся праздничные мероприятия. Еще одно знаковое место – братская могила по улице Лазаренко. Здесь покоятся несколько героев Советского Союза. Все участники освобождения Могилева и Бобруйска. Это братское захоронение было создано сразу после освобождения Могилева. Здесь захоронены пять героев Советского Союза, но по большому счету четыре после освобождения. Осман Касаев, легендарный партизанский командир 121-го партизанского полка, был перезахоронен сюда в 1948 году. И это лишь небольшая часть военных памятников и захоронений, которые планируют привести в порядок к юбилею Великой Победы. Есть братское захоронение, индивидуальное захоронение. Так вот, по данным Могилевского городского военкомата, на сегодня у нас числится в 37 захоронениях всего по городу Могилеву, 22 братских захоронений в их числе. Числится более 82 тысяч бойцов и командиров Красной Армии, погибших при освобождении, при обороне Могилева. И в это же число входят военно-пленные, погибшие в Луполовском концлагере, мирные жители, расстрелянные в годы оккупации. Великое Отечественное оставило в Могилеве страшный след. Все, что мы можем теперь, чтить память о тех, кто остался на той войне навсегда, и бережно относиться к местам этой памяти. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот чем ближе к финалу, все интереснее, Коля, интереснее. Ир, я, честно скажу, не знал, что ты увлекаешься какими-то спортивными программами. А я не о спорте, Коля. Я о народном шоу «Я могу». В эту субботу очередной полуфинал, и в нем снова наши могилючане. Мария Русская Разумова и Владимир Русский. Кстати, они муж и жена. А вот это-то интересненько. Кстати, если вы хотите поддержать наших могилючан, Владимира и Марию, отдайте за них свой голос. И смотрите «Народное шоу «Я могу» на телеканале «Беларусь-1». Среди основной массы танцующих и поющих номер этой пары сразу привлекает внимание. Они переодеваются. Кажется, что может быть проще. Ну, посмотрите как. И это только два наряда из шести. Соответственно, в данный момент на Марии еще пять платьев. Вопрос логичный. Где? Но это секрет, который они сами узнали восемь лет назад. Увидели иллюзионное шоу с переодеванием и потеряли сон. Владимир и Мария решили, обязательно должны попробовать. С этого времени начали искать, придумывать, смотреть где-то. Даже брали, покупали платья в секонд-хенде, расшивали по бокам, вставляли липучки, кнопки и пробовали сами делать. Поэкспериментировав со старыми вещами, сами сшили свой первый комплект, который состоял из пяти платьев. Но вскоре выросли из него в профессиональном плане. Новый комплект уже из шести женских и одного мужского наряда обошелся в круглую сумму. Зато каков результат. В очередной раз прошу выдать мне хоть один маленький секретик. Но мне отвечает, верьте в чудо. Мы хотим вот этим маленьким номером, чтобы в наш 21 век инноваций все-таки что-то оставалось секретом, загадкой. И чтобы люди получали удовольствие. Вы сами в чудо верите? Да. Какие чудо случались в нашей жизни? Очень большие и толстые. Вот с ней познакомился. Я толстая? И дочь родилась. Это ж чудо. Да. Кстати, чтобы чудо оставалось чудом, поправляться ни в коем случае нельзя. Но как можно отказаться от пирожки ночью и в темноте? Ешь. Ем, а потом буди. Молодец. И все ради этого. Мне очень нравится. И я получу удовольствие от глаз людей, которые сидят и смотрят на нас с каждым платьем. Они еще увеличиваются и увеличиваются. Сегодня в планах этой пары побить мировой рекорд в 16 платьев. А если пройдут в финал, обещают, что с ними выступит их трехлетняя дочь Дарья. А значит, зрители ожидают совершенно новое шоу. Поэтому голосуем. Дорогие, уважаемые зрители, если вы верите в чудо и хотите, чтобы ваше чудо в жизни сбывалось, голосуйте, пожалуйста, за нас. Номер 9, 21 марта в 19.00. Смотрите и голосуйте за нас. Мы будем очень рады всем вашим голосам. Да. Коля, как ты думаешь, что общего у Ирины Дорофеевой с Инной Афанасьевой? Ну, сейчас я не думаю, я наслаждаюсь. А общее? Анима Гелевщенко. Еще. А еще обе поют. А еще? А еще они являются заслуженными артистами Беларуси. И? Что? И? И еще они начинали свою творческую карьеру в театре-студии «Радуга», которому совсем недавно исполнилось 35 лет. One, two, three, four. Я уверена, что каждый ребенок, который попал в «Радугу», у него будет обязательно радужное будущее. Со мной всегда радуга. Я даже живу на улице радужной. Казалось, совсем недавно заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева еще школьницей выходила на сцену «Радуги». Сегодня певица с именем – пример для маленьких лучиков «Радуги», которые еще только принимают себя и свой талант. Правильно ли вы сделали, когда пришли в «Радугу», как вы думаете? Очень правильно, потому что «Радуга» дает очень многое. А что? Уверенность в себе. И мы можем намного большее по сравнению с другими людьми. А что у вас на майке написано? Покажите. «Радуга». А что вы хорошего можете сказать о «Радуге»? Что это для вас? Это счастье для нас. Нам нравится всем выступать. Мы все дружные. Мы познакомились всем. Что Таня правду говорит? Да! В день рождения «Радуги» ее руководитель Нелли Бордунова не раз выходила на сцену за цветами и поздравлениями. Сегодня даже ей не верится, что спустя 35 лет «Радуга» превратилась в нечто грандиозное. А раньше… 8 девочек и 4 мальчика. И теперь больше 300 детей. Это занимаются у нас ребята от 5 до 20 лет. Пришли профессиональные педагоги. Раньше мы были вдвоем. Потом Людмила Михайловна появилась в балетмейстер. А теперь у нас 15 замечательных, профессиональных, талантливых педагогов. Кроме песни и танца у нас еще и брейк-данс. А еще «Радуга» – дело семейное. Сюда приходят и приходили поколениями. Так что тяга прекрасному теперь уже дело генетики. Мой папа здесь занимался и мой дядя. И когда мы с дедушкой сюда пришли смотреть, как тут все танцуют, мне понравилось. И я здесь так очутился. Мама привела, когда была маленькая. И теперь танцы стали вообще всей жизнью. Без танцев не представляю свою жизнь. Очень многие спрашивали, ну что, волнуетесь? Наверное, волнуюсь, потому что без волнения, понятно, никак. Но я уверенная. Я уверена за детей. Я уверена за педагогов. Я уверена за себя. Дети готовы здесь жить. Они уходят отсюда очень поздно. Уже троллейбусы и автобусы не ходят домой. Приходится ехать на такси. Они хотят танцевать. Нас хвалят, когда мы только хорошо танцуем, там все делаем. С кем проще работать? С артистами или с артистками? С артистами. Почему с мужчинами проще? Мы друг друга понимаем. Конкурсы, дипломы, большие и маленькие победы. Станут ли эти дети известными артистами, неизвестно. Главное, о чем мечтают их учителя, чтобы они выросли хорошими людьми. Просто, но очень важно. Вы знаете, мне хочется все время идти вперед-вперед, слушать музыку, видеть танцы. И все, что мы только видим, самое лучшее, принести в наш коллектив. Нашу белорусскую мелодию, нашу белорусскую песню, белорусский танец. И, конечно, песни народов мира мы тоже исполняем и танцы. А силу вы откуда берете? Я не знаю. Наверное, сверху от города. Не знаю. С днем рождения, Радуга! С днем рождения, наша Радуга! С днем рождения, Радуга! Ирина! Давай, подержу. А ты вообще чем занимаешься? Коля, я вообще-то привожу себя в порядок после зимы. Видишь, вот... Да? Тихо, тихо. Я так понимаю, на сегодня упражнения закончены. Ой, однозначно. Развеселила меня. Ну, а мы передаем слово самой культурной девушке, Елене Стрибковой. Накануне нашей программы она сходила в спортзал и узнала все подробности, как привести себя в форму после зимы. А еще она развенчала некоторые мифы о тренировках. Ну, пошли, держите, держите. Ножку! Тяни, тяни, тяни. На трени! Так уж повелось, что весной все стремятся привести свое тело в форму. Так сказать, к летнему сезону. Одни в тренажерный зал, другие изнуряют свое тело диетами. Третий – бассейн, четвертые – марафонцы. А что же все-таки правильно, а что нет? Нужно разобраться. Я думаю, что следует обратиться за помощью к людям, знающим в этом толк. Привет, Женя. Здравствуйте. Знакомьтесь. Евгений Чудаков, руководитель фитнес-клуба, инструктор тренажерного зала. Мне нужна твоя помощь. Я посмотрела, поискала самые распространенные мифы, боязни, отмазки. Что касается спорта, который знают, слышали все. Ты можешь мне помочь разобраться, что из этого верно, а что чего не случилось? Да, конечно. Я боюсь идти в зал, там все спортивные. На самом деле все совсем наоборот. Наоборот, люди идут в зал для того, чтобы стать спортивными, и не все сразу в нем оказываются такими атлетичными и красиво сложенными. На это нужно время. У меня нет друга-подружки для компании. Друг или подружка не нужна, чтобы пойти в зал. Здесь ты можешь найти себе компаньона по тренингу, либо найти новых друзей. Пообщаться с тренером и узнать что-то новое. У меня нет времени. Самая распространенная отмазка – нет времени. Можно подумать, сколько людей тратит времени на социальные сети, на ВКонтакте, на одноклассников. И просто убрать это время и прийти в зал, выделить час в день – это не так уж и сложно. Можно ли за три месяца накачаться к лету? За три месяца можно приобрести какую-то неплохую фигуру. Это не такой малый срок. Но при этом нужно уделять большое внимание рациону питания и постоянным интенсивным тренировкам. Тренировки – это только полдела. Как бы усердно вы ни занимались, без правильного питания не обойтись. Привет. Привет. Знакомьтесь. Владимир Курилович – инструктор тренажерного зала. Скажи, пожалуйста, как нужно питаться для парней и для девушек во время тренировок? Конечно, смотри, если мы набираем вес для парней, нам надо питаться как можно чаще, например, 6-8 раз в день и питаться качественными продуктами. Например, мы кушаем бурый рис, овсянка, гречка, белковую пищу, рыба, яйца, творог. Не кушаем, соленая, сладкая, жареная, мучная, жирная. Девушкам тоже расслабляться не стоит. Едим 5-6 раз в день небольшими порциями. В первые половины дня фрукты, орехи, углеводы, каша на свой вкус. Во второй половине дня овощи и белки, нежирное мясо, морепродукты. Не забываем про воду. Что касается тренировок, базовые упражнения девушки могут делать и дома. Особых атрибутов для этого не нужно. Все верно, все правильно. Следующая штука. Вот, держи, возьми чуть-чуть уже. Вот, примерно на ширине плеч. Но если ставить перед собой определенные цели, без поддержки тренера не обойтись. Привет, Марина. Привет. Марина Васильева, персональный тренер, инструктор групповых программ. Я бы хотела немножко убрать живот и как-то при этом рельефности. Хорошо. Возможно ли это сделать? Возможно. Замесить. Возможно, да. По-честному измеряем. Делай вдох, делай выдох. В данный момент составляет он 70 сантиметров. Мы стремимся к 65 и меньше. Это вызов. Вызов. Нет. 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 Посмотрю-ка я вот на нашу Елену Прекрасну через месяц и решу, идти мне в зал или нет-нет-нет. Обзавидуешься, уверяю. Ну, а прямо сейчас мы предлагаем вам узнать, как мгелевчане себя приводят в форму после долгой и сытной зимушки-зимы. Коля, а как ты себя приводишь в форму? А я никак не привожу. У меня работа в том, что сидишь, понимаешь? А-а-а. Да. Как вы приводите себя в форму после зимы? Работаю много. Ходим в сауну, посещаем бассейн, катаемся на велосипедах с детьми. Бегаем. Ну, я всегда в форме. Велосипед, тренажерный зал, диета. Нет. Я так красивая. Мне не нужно. Спорт. Бег. Ну, мне помогает, например, теннис. Всем советую, кстати, спортом заниматься. Нет, я огородом занимаюсь. У меня огород. Спорт. Форма после зимы. А я зимой был в форме, я тренируюсь. В чем занимаетесь? Вольной борьбой. Ну, то бы что. А как правильно питаться? То, что доставляет удовольствие для тела, для души и для ума. Мне, например, пироженки доставляет удовольствие, но... Надо, тоже надо обязательно. А как же? Ой, соблюдая, конечно, правильное питание стараюсь. И, конечно, физические нагрузки побольше. Пешочком прогуляться не на машине, а пешочком. А зимой что делали? Пироженки ели на диване? Естественно. Зелени побольше, соки, фрукты, овощи, каши. Мясо. Пост. Какое мясо? Пост. Прекрасно, спасибо. А я за мясо. Ну, а сейчас самое время культурных новостей. С ними вас познакомит спортивная Елена Стребкова в рубрике Культивижн. Она так мурчит. Всем культ привет. Начнем по традиции с обзора культурных событий, которые ожидают нас в ближайшие дни. В эту субботу на телеканале «Беларусь-1» смотрите очередной полуфинал народного шоу «Я могу». Номер с закономерными переодеваниями представят могилевчане Мария Разумова и Владимир Рудский. Начало в 19.00. Болейте и голосуйте за наших. 21-22 марта в 10.00 в Могилевском областном кукольном театре смотрите сказку «Медведь наоборот». Стас Пьеха выйдет на сцену ДК области 29 марта в 18.00. Там же свою юмористическую программу представит Геннадий Ветров 2 апреля, начало в 18.30. Около 300 человек, и это только участники. Последние штрихи подготовки к Международному молодежному театральному форуму «Март Контакт-2015». Фестиваль – одно из самых значимых и долгожданных событий в регионе. Подтверждают это и сами могилевчане, которые раскупили почти все билеты на постановки. Международный молодежный театральный форум «Март Контакт» стартует в Могилеве 21 марта. Вот-вот ценные подмостки областного центра оживут. В форуме примут участие более 300 гостей. Для организаторов самая горячая пора – всех встретить, расселить, накормить. Вот видите, все в разгаре. Это подготовка. Это таблички для встречающих в аэропорту, на железной дороге для наших гостей. Вот приезжают наши гости, режиссеры, артисты. Поскольку юбилей – это просто больше участников, театров участников. За 7 дней будет показано 19 спектаклей. В Могилев привезут спектакли из 10 стран мира. Организаторы фестиваля постарались, чтобы на Могилевских сценах представили широкий диапазон мировой драматургии. На открытие полностью продано, потом на малую сцену однажды все мы будем счастливы. В театре кукол «Заведенка» полностью продана, «Митина любовь». Но на пластические спектакли, которые будут проходить по техе час и кураж, еще есть места. На рыдание на моноспектакли есть. Простая обыкновенная женщина. Выбор пока есть. Но большую часть уже проданы билеты. Это юбилейный, 10-й театральный форум. Потому отменили профессиональные жюри и мастер-классы. Но не отменяли сюрпризов, которые должны быть в день рождения. Вечер, посвященный талантливому режиссеру и актеру Валентину Ермоловичу, прошел в Могилеве. В городском центре культуры и досуга одноименный театр «Валентин» показал спектакль «Комедия». Валентин Ермолович руководил Могилевским и Краснопольским народным театром. Был режиссером Белынического народного театра юного зрителя. А с 92-го года возглавил народный театр «Валентин» Могилевского городского центра культуры и досуга, который до сих пор радует постановками. В 2004 году Валентин Ермолович ушел из жизни. Ему могло бы исполниться 90 лет. И в день памяти театра «Валентин» собрал всех тех, кто знал знаменитого режиссера. Это один из славутых могилевцев, который, делающий свое неурымсливое деятельность на корысть Батьковщины, Белорусщины, покинув вельми значенный след у земли могилевской. Бо он был не просто актором могилевского драмтеатра. И он не просто был выкладчиком тогда училища культуры, а теперь колледжа Мастастов. И он был не просто режиссером. Я бы сказал так, он был врачом человеческих душ. Ему не было разницы, какой возраст даже приходили актеры в театр. Это могли быть и молодые совершенно студенты, это могли быть уже люди и в возрасте, и пенсионеры. Он со всеми находил общий язык. А главное от него действительно веяло огромным-огромным добром. Он создал даже больше не театр, а сколько он создал одну большую семью. А на этом у меня все. Редакция Культивижн будет следить за всеми культурными событиями могилева. Но я с вами прощаюсь и желаю вам новых культурных открытий. Не хочу. Я не хочу, я не хочу. Великий не хочу. Кстати, очень странно от тебя слышать частицу «не». Он меня не дослышал в контексте. Я не хочу, чтобы эта программа заканчивалась. Да не переживай, мы прогуляемся уже после программы. Да, я хочу еще погулять по городу. Ну что же, на этом все. И мы напоминаем адрес, куда вы можете присылать ваши городские истории. Город Могилев, улица Первомайская, 83. Телефон из студии 2215-83-2290-70. Ты знаешь, как в детском садике. Так ля-ля-ля. А еще заходите на наш сайт tvrmoglev.by. В гостевой оставляйте свои новости, хорошее настроение и, конечно, свой позитив. Ну что же, а мы встретимся уже в следующий четверг. Надеюсь, погода будет просто. Продолжение следует...